Музыка Проекты, прежде всего, на территории самого Азербайджана, поскольку российская компания очень склонна допускать, иностранная компания, на российскую территорию. Это, прежде всего, разведка шельфовых месторождений. То есть, скорее разведочная работа, чем добывающая, пока интересно. То есть, это работа на перспективу. На перспективу после 2020 года. Ну, естественно, те компании, которые уже есть, прежде всего, они сохранят свое участие. Ну, сказать, что Азербайджан — это одно из самых интересных направлений, допустим, для российских инвестиций, я не могу, поскольку все-таки то, как мы сейчас видим перспективы развития инвестиций Азербайджана, они довольно ограничены. И, все-таки, если даже в рамках СНГ, намного более привлекательны Казахстан, Узбекистан, ну, то есть, странно-азиатские республики. Ну, естественно, и другие регионы мира, там, Латинская Америка, куда сейчас активно пытаются российские компании инвестировать. Ну, это, в любом случае, шельфовый проект, связанный с Каспийским морем. Тем более, что в России делают большую ставку на разработку своего участка шельфового. И, естественно, те технологии, которые мы привлекаем, которые сами разрабатываем, прежде всего тут желткоил, их можно использовать и для разработки казахских и азербайджанских месторождения. То есть, здесь мы можем выступать не только как инвесторы, но и как экспортеры технологий, что для нас более даже привлекательно. Продолжение следует...